Внимание, вопрос. А каких чисел больше? Натуральных или чётных? Да, я понимаю, что, скорее всего, ты думаешь, что вот этих чисел в два раза меньше, чем вот этих. Но ты ошибаешься. Итак, смотри, в чём прикол. Давайте просто возьмём и начнём объединять числа в пары. Например, одиночку объединю с двоечкой, двойку с четвёркой, тройку с шестёркой и так далее. А теперь смотри. Если мы с тобой предполагаем, что у нас чисел сверху всё-таки в два раза больше, то получается, так как их в два раза больше, чем чисел снизу, то приблизительно половине чисел сверху не достанется пары. Ну, то есть, если мы числа из верхнего ряда объединяем с числами из нижнего ряда, и при этом чисел в верхнем ряду больше, ну, блин, кто-то должен остаться без пары. Но, как ты понимаешь, такого не произойдёт, потому что мы с тобой абсолютно всегда сможем любому натуральному числу n поставить ему в пару чётное число 2n. А значит, для каждого числа из верхнего ряда найдётся пара. Ну, а значит, что количество чисел в верхнем ряду и в нижнем ряду одинаково. Вот такой вот парадокс. Классическая школьная математика ломается, когда начинаешь думать о бесконечности.